КОНЕЦ КОНЕЦ Когда Иса пришел в Капернаум, к нему подошел римский офицер и попросил о помощи. Господин, сказал он, мой слуга лежит дома парализованный и ужасно мучается. Иса ответил ему, хорошо, я не могу. Я приду и исцелю его. Но офицер сказал. Господин, я не достоин, чтобы ты вошел под крышу моего дома. Скажи только слово, и мой слуга выздоровеет. Ведь и сам я подчиняюсь приказам. И у меня в подчинении тоже есть воины. Я говорю одному, ступай, и он идет. Другому ко мне, и тот приходит. Рабу моему говорю, сделай это, и он делает. Иса, выслушав его, удивился и сказал тем, кто шел за ним. Говорю вам истину, что даже в Исраиле я не встречал такой сильной веры. Говорю вам, что многие из других народов придут с востока и запада и возлягут на перу в небесном царстве вместе с Ибрахимом, Исхаком и Якубом. А многие иудеи, которые были подданными этого царства от рождения, будут выброшены вон, во тьму, где будет плач и скрежет зубов. И Иса сказал римскому офицеру, Иди, все будет по твоей вере. И в тот же час больной слуга выздоровел. Придя в дом Петира, Иса увидел, что теща Петира лежит в горячке. Он прикоснулся к ее руке, и жар оставил ее. Она встала и начала накрывать для него на стол. А когда наступил вечер, к Исе привели много людей, одержимых демолами. Он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Это было исполнением слов пророка Исаии. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Когда Иса увидел, что вокруг него собралась большая толпа, он велел ученикам переправиться на другую сторону озера. Тут к нему подошел один из учителей закона и сказал, «Учитель, я пойду за тобой, куда бы ты ни шел». Иса ответил, «У лисиц есть норы, и у птиц небесных гнезда, а мне, тому, кто был неспослан как человек, негде и голову преклонить». А другой человек из его учеников сказал, «Повелитель, разреши мне остаться со своим отцом, чтобы, когда он умрет, я смог похоронить его». Но Иса ответил ему, «Иди за мной, пусть духовно мертвые сами хоронят своих мертвецов». Иса вошел в лодку, и ученики сели вместе с ним. Внезапно на озере начался такой сильный шторм, что волны перекатывались через борта лодки, а Иса в это время спал. Ученики разбудили его, говоря, «Повелитель, спаси нас! Мы гибнем!» Иса ответил, «Маловеры, ну что вы испугались?» Он встал, запретил ветру и волнам, и наступил полный штиль. Ученики удивленно спрашивали, «Кто же он, что даже ветер и волны повинуются ему?» Когда Иса прибыл на другую сторону озера, в Гадаринскую землю, навстречу ему из могильных пещер вышли два человека, одержимые демонами. Они были такие буйные, что никто не решался проходить той дорогой. «Что ты от нас хочешь, духовный сын Всевышнего?» Закричали они. «Ты пришел мучить нас еще до назначенного срока!» Неподалеку от них паслось большое стадо свиней, и демоны попросили Ису, «Если ты нас выгонишь, то пошли нас в это стадо свиней!» Иса сказал им, «Идите!» «Выйдя из людей, демоны вошли в свиней!» Все стадо бросилось с обрыва в озеро и погибло в воде. А свинопасы побежали в город и все рассказали, включая и то, что произошло с содержимыми. Тогда все жители города вышли навстречу Исе и, увидев его, попросили его покинуть их края. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!